Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сдачи не надо Эй, здесь десятки не хватает, королева Все, порядок Да, Ксюх Ань, так где вообще? Сколько можно? В пробке стою Ненавижу этих таксистов Быстро в офис Если через пять минут тебя не будет Все, Кравцов уже здесь Доброе утро Доброе утро А Люда Ядовна на подходе Ты знаешь, по ней часы можно сверять Поэтому, если ты хочешь не упустить свой шанс Быстро, чуть Эй, истеричка! Торт свой забери! Какой еще торт? Вот это Это не торт Это архитектурный макет Корпус университетского общежития Выполнен в стиле хай-тек Формы здания лишены сгуб Присучи большинству современных проектов Они динамичны, неправильны Но вместе создают единый организм Печалька, печалька Черт! Доброе утро Доброе утро Черт! Доброе утро Доброе утро, Светлана Леонидовна В 9.15 у вас презентация виртуального проекта Вам зеленый чай или кофе? Ксения, а вы полгода работаете в этой компании И не можете запомнить, что по четвергам Я пью апельсиновый фреш? Так сегодня среда Что? Через пять минут будет Через две минуты В переговорке Так, а может в кабинет? Время еще есть? Все уже на месте, быстро Что с ним случилось? Немного полетал Да, с утра получше выглядел Ксения, пригласите Анну в переговорную комнату Или она изволила опоздать? Нет, вы что, Светлана Леонидовна Она уже давно на работе Она готовится к... Как всегда, недослушала Ну давай, ну не сидят же они тебя Ну... Хотя кто знает Формы здания лишены скуки Присущей большинству современных проектов Они динамичны, неправильны Но вместе создают единый организм Гармонично вплетающийся в окружающую среду Интересно Давно не видел ничего подобного Да, оригинально Проект действительно интересный Правда? Ну, совершенно оторванный от реальности Совершенно оторванный По всей видимости, Анна, вас забыли Научить в институте, что главная цель архитектора Не просто нарисовать красивые картинки Цель архитектора Сделать проект реалистичным Но любая реальность начинается с воображения Реальность начинается с бюджета А на ваши фантазии никаких денег не хватит Но это же виртуальный проект Я просто хотела показать... Хотели показать, как вы умеете парить в облаках? Ну, мы это только что увидели Вы знаете, Анна, в чем главная задача нашей компании? Создать самый лучший из всех возможных вариантов Чушь! Наша задача удержать клиента А вы своего только что упустили Поздравляю! Боюсь, что Светлана Леонидовна права Фантазия-то, конечно, хорошо Я думаю, что Анне еще рано заниматься собственными проектами Знаете, ваш проект интересный Вам действительно не хватает практики Вам нужно поучиться у более опытных коллег Поздравляю! Спасибо! Спасибо! Почему на Дмитра в assumptions Поздравляю! Поздравляю! оль Это Завалила? Ненавила ее. Да. Людоеда на кого хочешь слопает. У меня ничего не получается. Я неудачница. Ань, тебе всего 25. Мне скоро 30-ка. Мужика нет. Работаю администратором. Прихожу раньше всех, ухожу позже всех. Кто из нас, что неудачница? Квартиру и ту напополам с подругой снимаю. И тоже с неудачницей? Нет. С будущим главным архитектором, которому никакая Людоедовна в подметки не годится. Фюх. А ты знаешь, что я тебя люблю? Знаю. Ничего. Скоро Людоедовна замуж выскочит. Мы хоть отдохнем от нее немножечко. А вот интересно, за какой идиот ее замуж берет? Боже, че-че-че. Боже, такие пробки скоро придется вертолет. А что это за бред? Как-то мало похоже на рекламу. А это не для рекламы. Паш, ты с ума сошел? Что это такое? Где музыка для рекламы? Ну, тут Толик забегал. Кто? Это Толик Шеремет, одноклассник мой. Учитель младших классов. Они сейчас спектакль ставят козу-дерезу в школе. И вот я ему помогаю. Надеюсь, гонорар приличный? Свет, ну это же для детей. А потом, откуда у школы деньги? Знаешь, это, конечно, здорово, что ты у меня такой альт-ру есть. Это сейчас модно. И талантливый. Ну, Паш, ты же совершенно не приспособлен к жизни. Ну вот скажи, где музыка для рекламы? Наши капельки для носа, даже лучше пылесоса. А? Класс. Не-не-не-не, не надо ставить. Не надо. Аккуратно с гитарой, ну. Ты риэлтору позвонил? Риэлтору? Угу. А… Паш, ты издеваешься? Слушай, а давай просто арендуем ресторанчик. Так, будет нормально. Хорошо. Угу. А мы можем ресторанчик арендовать. Отгуляем нашу свадьбу в ресторане. Это вообще не смешно, Паш. У нас должна быть роскошная свадьба. Хочу огромный дом, детей ангелочков, фонтаны шампанского. А шли, чтобы моё платье было такое, трехметровое. Пусть все обзавидуются. А может быть, ну и это свадьба. Посидим в семейном кругу с самыми близкими. Хорошо, душевно. Ты в своём уме? Да у нас будет самая роскошная свадьба. А потом мы поедем в Дубай. Как Дубай? Вы же хотели колесить на машине Рим, Париж, Барселона. Дубай. Небоскрёб, Пурша, Халифа. Остров Пальма, Джумейра и самый большой в мире аквари. Это же восьмое чудо света. А ты мне предлагаешь исследовать какие-то средневековые развалины. К тому же я уже всё решила. Паш, ну когда ты подрослеешь? Мур-мур-мур. Послушай. Даже капельки для носа, Даже лучший пылесоса. Даже лучший пылесоса. Я еду к тебе. Девушка, вам помочь? Да. Проект им понравился, они и сами сказали. Она тут вклинилась ледоедовна со своим. Это несерьёзно, у нас тут не бюро фантазии. Ты меня слышишь? Может сходим сегодня куда-нибудь? Знаешь, сегодня в такой запаре. Да ещё и отчёт с утра сдавать. Ладно. А так хочется чего-то романтического. Стас. Да, да, сходим. Только отдавание сегодня, хорошо? Девушка, девушка, подождите! У меня спарелакс после сегодняшнего стресса. Ещё один такой спарелакс, и я начну пить антидепрессанты. А у меня для тебя подарок, между прочим. Закрывай глаза. Да. Та-дам! Исключительно из экологических материалов. Специально для тебя. Спасибо. Я тебя обожаю. И всё-таки я не могу понять, как же ты себе такого красавца-то оттяпала. Чаще надо заходить в отдел рекламы. Там полно новеньких. Ага. Я видела. Там кроме твоего Стаса вообще больше не на кого посмотреть. А мне нужен такой. Такой. Такого ты всю жизнь будешь искать и не дождёшься. Не выдумывай. Перевелись ещё на нашей планете принцы. И один из них обязательно будет моим. Умным, благородным. И будет заботиться об экологии. Слушай, может мы хумуса закажем-то или соевых обивных? Заказывай. А я пойду проект переделаю. Добавлю ему немного реалистичности. Хотя Людоедовна всё равно этого не оценит. Не понимаю, как можно было забыть позвонить риэлтору по поводу собственной свадьбы? Мам, ваша творческая личность. У него в голове бардак. Вот именно. Я надеялась, ты сделаешь более достойный выбор. Мам, мне 33 года. Под моей дверью не стоит очередь из женихов. А Паша меня любит. К тому же он талантливый, интересный и послушный. Хорошо поддаётся семейной дрессировке. Так что через пару месяцев. Ты теперь всё время будешь у Светки отпрашиваться? Да. Просто буду сбегать. Паша, вот скажи, вот зачем тебе эта свадьба? Сарик, ну чё ты, мне уже давно пора повзрослеть. Ну вы же с ней абсолютно разные. Ну мы просто иногда смотрим по-разному на вещи. Когда он говорит такие смешные вещи, например, а давайте празднуем свадьбу в семейном трубе. О боже, что за бред. У тебя будет роскошная свадьба, девочка моя. Я так ему и сказала. В нашей паре решение принимаю я. Я мужик, могу хоть раз и уступить. Кстати, мы потом летим в Дубай. В Дубай? Паша, ты мне два месяца мозги выносил своим свадебным путешествием по Европе. Рим, Барселона, чё там ещё было? Париж, ну в Париж мы ещё успеем. Кстати, а ты знал, что в Дубае самый большой аквариум в мире, а? Паша, как же она тебя скрутила. Да погоди ты. Скрутила. Нет, мы конечно разные. Иначе мы бы не смогли быть вместе, понимаешь? Да, 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 конечно. Противоположности притягиваются. Но в вашем случае вы же скорее всего в противоположности, в противоположности. Да замолчи. Мы любим друг друга, это главное, понял? А я надеюсь, ты в него не влюбилась? Ну а ты же знаешь, если партнёр не раздражает, это уже успех. Ты же знаешь про характер. Да, я знаю твой характер. Мне даже дышать стало легче, когда ты наконец съехал. Знала бы ты, с каким удовольствием я это сделала. Кстати, у меня есть для тебя свадебный подарок. Света! Света! Ты где был? Прогулялся немного. Ладно, я был у Лёвы. И сколько можно к ним натаскаться? А что такого? Это мой друг. Ладно. Нам мама сделала свадебный подарок. Договорилась о встрече с самим Глебом Терентьевым. Только не говори, что ты не знаешь, кто это. Ну Глеб Терентьев, ведущий программы «Лучшая свадьба». Ты представляешь, какую свадьбу она устроит? Представляю. Встреча завтра в десять, у меня совещание, поэтому ты пойдёшь сам. Я? Да. Это всё. Иди спать. Знаешь, куда меня сегодня Стас пригласил? В свою большую кровать? Перестань. Леонард. Картина галереи? Да, ну тебе. Это самый шикарный ресторан. Там столики за месяц заказывают. И у нас будет самое шикарное место. Классно тебе. Надеюсь, наше предложение вам нравится? Спасибо. Я давно на него рассчитывала. Прекрасно. Детали обсудим позже. Поздравляю. Благодарю. А вы молодец, Светлана Леонидовна. Впрочем, как и всегда. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Как не пришёл? Ну, я же ему говорила. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Привет. Как там встреча? Чего? В смысле, да всё хорошо. Есть уже какие-нибудь хорошие идеи? Да. Есть интересные идеи. Тут этот Тараньев столько всего уже напридумывал. Ты имеешь в виду Терентьев? А дай-ка ему трубочку на минутку. Хочу кое-что уточнить. А это он говорит по телефону сейчас, Свет. Давай я сейчас всё узнаю у него и вечером тебе расскажу, хорошо? Скажи, а тебя не смущают его эти дреды и серьга в носу? Да, слушай, они какие-то странные эти дреды, звёзды, они вообще странные. Паша, ну сколько можно? Нет у него никаких дредов. Только что мама звонила в истерике, сказала, что ты не пришёл навстречу. Свет, прости меня, пожалуйста, я… Блин, я проспал. Я, может быть, ну, его тырыни, вытаранивали, как его там… Тоже мне проблема. То есть для тебя это не проблема? Так может тебе вообще на всё наплевать? На меня? На нашу свадьбу? Можно? Дома поговорим. Извините. Я решила переделать свой проект. Вы вчера были правы, он выглядит немного необычно. Я убрала всё лишнее. Общежитие по-прежнему осталось удобным и комфортным. Но теперь у него достаточно скромный бюджет. Вам всё это нравится? Что именно? Вас же никто не просил переделать проект. Вы просто решили показать всем, что талантливый и трудолюбивый. Не так ли? Чего молчите? На презентации вы были куда более разговорчивы. Да, я хочу показать, что я могу быть хорошим архитектором. И самостоятельно вести проекты. Знаете, Анна, в нашем деле есть очень важный принцип. Было бы неплохо, если бы вы его запомнили. После драки кулаками не машут. Раньше надо было думать. Это смета на оплату проектов и список закупок материалов. Это ведомости по оплате. Всё это нужно сверить до завтра. Светлана Леонидовна, но я же архитектор и не бухгалтер. Если вы хотите и дальше здесь работать, то будете делать всё, что я скажу. Это всё. Редоедовна бесится, завалила меня работой. Сказала, если к Павловичу не успею, превратит меня в тыкву. А Стас? А Леонардо? Ксюш, ну а что ты мне предлагаешь? Всё бросить и начинать искать новую работу? Нет, я предлагаю тебе вспомнить, что во-первых, у тебя есть прекрасная подруга, а во-вторых, что ни одна людоеда не испортит твой прекрасный вечер. Ты меня выручишь? Ник Стасу, спасительница. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, Стас? Хорошо. Что случилось? Стас звонил. Сказал, что простудился, температурит. Так что свидание отменяется. Нет, подожди, кто сказал, что свидание отменяется? Ксюш, он лежит с температурой. Прекрасно. Если твой парень заболел, прояви заботу и внимание. Мёд, лимоны, апельсины. Больному человеку нужно пропотеть, в конце концов. Сделай человеку приятное. Ну, Ксюш. Иди. Люблю тебя. Я тебя люблю. Так, я ещё не дошла до просветления. Пожалуйста! Ань, ты? Аня. Ань, что случилось? Все они козлы. Сначала лапшу на уши вешают, а потом ни одной юбки не пропускают. А я маме уже пообещала, что с женихом моё познакомлю. Так. Не ной. Давай мы ему отомстим. Я где-то читала, психологи советуют все негативные эмоции написать в письме и сжечь. Письмо? Да. Не, ну хотелось бы сжечь Стаса, конечно. Я знаю. Ты напишешь всё, что ты о нём думаешь, и отошлёшь ему. Угу. Я не буду. Не-не, будешь, будешь. Под Мартини прекрасно пойдёт. Знаешь, такое чувство, что эта свадьба нужна только мне. Ну, вот что нам теперь делать? Ну, как что, свадьбу? А, и кто её будет делать? Я или всё-таки мы? Мы. О, письмо от Толика. А обязательно вычитать сейчас? Им понравилась моя музыка. Им понравилась моя коза Дереза. Господи, дай мне сил. Паша, какая коза Дереза? Это мы же здесь с тобой самые важные вещи обсуждаем. Ну, обсуждаешь, не ушами печатаю. Нет, он доел. Всё. Свет, ну! Так. Так. Диктуй дальше. Я видела сегодня, как ты целовался с другой. Тебе не кажется, что это подло — утром договариваться о свидании со мной, а вечером — целоваться с ней? Думаешь, смазливая мордашка даёт тебе право так обращаться с женщинами? Отлично. Только я бы добавила, что он козёл, а то всё очень культурно. Нет. Лучше так. Мне очень жаль ту, которая так же, как и я, попалась на твою удочку. Не пиши и не звони мне больше. Точка. Так. Какой у него адрес? Калман собака джемейл ко. Кал… Калман? Спокойный чувак. Что за бред? Калман… Всё! Шми! Класс! Паш, мне эта твоя безалаберность уже в печенках сидит. Давай после свадьбы найдём тебе хорошую работу. У меня есть куча знакомых в больших компаниях. Свет, мне нравится заниматься музыкой, понимаешь? Да занимайся ты своей музыкой по вечерам. А днём деньги зарабатывай, как все нормальные люди. Самовлюблённый подлец? Думаешь, смазливая мордашка даёт тебе право так обращаться с женщинами? Что это? А на самом деле, ты обычный прохвост, который просто морочит девушкам головы. Кстати, интересно, сколько их у тебя? Да, мне жаль ту, которая, как и я, попалась на твою уточку. Слушай, ты же понимаешь, что это чей-то розыгрыш? Розыгрыш? Ты меня за дуру принимаешь? Мне это говорят, что идёшь к Лёве, а сам встречаешься со своими подружками. Света, ни с кем я не встречай. Кто она? Кто она? Как ты с ней познакомился? Да с кем? Боже, какая же я дура. Света, Света, это чья-то шутка? Давай, вали к своей любовнице. Света, какая любовница? Успокойся. Знаешь, мне интересно знать, как её зовут. Да ни с кем я не встречаюсь, я тебя люблю. Это всё. Света, ты ведь даже врать нормально не умеешь. Значит, спать будешь здесь. Может, я на кровать лягу? Сейчас. Слушай, не думал, что это когда-нибудь ещё понадобится. Трубку не берёт. Может, вместо твоего телефону набрать? А может, лучше сначала разобраться? Ты вообще знаешь, кто написал тебе это письмо? Да понятия не имею. Вот. А если бы знал? Да закопал бы его, наверное. Только не его, а её. Это женский почерк. Я не знал, что в компьютерном шрифте можно женский почерк разобрать. Ну не почерк, там характер неважный. Давай так, сначала… Вычислим, кто написал тебе это письмо, а потом уже всё Светке объясним. А как мы её найдём? Вычислим по IP. Да ладно. Что? Маня, начинай. Как? С любовью? Я его выгнала. Ах, вот оно что. Теперь свадьбу придётся отменить. Я уже платье присмотрела. У Паши любовница. Да. И она тоже его выгнула. Ну и всё. Ну что ж такое? Вот гусь. Да и чёрт с ним. Найдём тебе нормального мужа. Ну всё, моя девочка. Кажется, последний бокал был лишним. Ой, не напоминай. Люда Ядовна уже про тебя спрашивала. И Кравцовый тоже. Чёрт, отчёты. Какие отчёты? Ксюх, ну ты же отчёты вчера сделала? Господи, а я-то всё утро вспоминаю. Что я вчера не доделала? Ну всё, теперь она меня точно уволит. Не уволит? Хочешь, я ей всё объясню? Не надо, я сама. Может и ты к лучшему. Может всё-таки я, а? Мне давно пора новую работу поискать. Так, здравствуйте. В следующем месяце наша компания открывает новый филиал. Его возглавит Светлана Леонидовна, а вы, Анна, можете претендовать на её место здесь. Вы предлагаете мне стать главным архитектором? Не сразу. Этот месяц вы поработаете вместе со Светланой Леонидовной. И если она решит, что вы достаточно компетентны, должность будет ваша. Но если вы не справитесь, у нас на примете уже есть другая кандидатура. Ваше общежитие, несмотря на некоторую оторванность от реальности, произвело на нас хорошее впечатление. Мы в вас верим. Так вот, здесь, как я говорила, проходится по трассе. Надо это учесть. Жизнь наложивает! Я буду работать над своим проектом! Месяц, еще месяц и ты займёшь место людоедов! Анна, зайдите в мой кабинет. Я пошла. Подожди. Давай. Как вы понимаете, я не в восторге от вашей кандидатуры. Я буду стараться. Пока что я ваших стараний не заметила. Или, может быть, вы готовы предоставить мне вчерашний отчет? Я… Понимаете, он… Достаточно. Откройте шкаф. Теперь это ваша работа. Это все. К концу месяца она меня точно уволит. Ты бы видела, сколько она повесила на меня отчетов. Да брось ты, у нее свадьба скоро, ей вообще не до тебя будет. Ай, Ксюха… Ань… Что? Ань… Ну что? Привет. Если что, я рядом. Я тебе все утро звоню, а ты трубку не берешь. А ты не догадываешься, почему? Наверное, из-за Леонардо. Ну и честно, вчера был в хлам. Хочешь, давай сегодня пойдем? Ты почту проверял? Минут двадцать назад. А ты мне что-то отправляла? Калман собака gmail.com. Верно? Да. Калман через кей. Черт. Я думала, ты умнее. Калман правильно пишется через си. Я знаю, что через си. Но оно было занято. Так что ты мне отправила? Что-нибудь в стиле ню? Что-нибудь в стиле? Не пиши и не звони мне больше. Понял? Через пять минут я тебе отправлю письмо. А ты, чтобы мне больше не звонил и не писал. Понятно? Пятерик. Все. У меня никогда не получалось. Ты что, халтурка на дом? Хочу побыстрее все закончить, чтобы людоедовна от меня отстала. Мне кажется, ты ее недооцениваешь. И все-таки мне очень хочется посмотреть на этого самоубийцу, который решил на ней жениться. Это кому не спится в такое время? Стас, прочитал письмо, пришел разбираться. Я ему сейчас так разберу, что он мне один хирург не соберет. Аня? Да. Это кто? Я не знаю, кто это. Ну ладно. Вы кто? Мне нужен человек, который вчера разрушил мою жизнь. Ну, что смотрим? Это просто недоразумение. Я ошиблась адресом. Там должно было быть Кей, хотя правильно Си. И я отправила на Си, хотя надо было на Кей. Просто мой парень, мой бывший парень, хотя это уже совсем не важно. Но мне что, цветы растут? Может быть, для тебя это не важно? А мне что делать? Угу? У меня свадьба через месяц, а после твоего неважного меня невеста из дома выгнала. Понимаешь? Ну, давай я ей все объясню. Хорошо, пойдем. Пойдем. Что? Я не могу. У меня ноут полетел, там звук пропал, а мне медитировать через полчаса. Ну, что ты смотришь? Пойдем. Что мы сидим? Хорошо, идем. А я Лева, айтишник. Может с ноутбуком помочь, а? Да. Теперь мне только ужасы желанны, а не успокоение. Я хочу нагореваться в волю со измерно огромности удара. Ты не находишь это актуальным? Угу. Обугли солнце, все, что под тобою. Да выключи ты его. Это моя любимая часть. Паша, если маски строчит, хочет встретиться, все объясните. Даже не думай, он опять тебе мозги запудрит. Должна же я с ним поговорить. Ну что, действительно был какой-то розыгрыш? С каких это пор ты стала такой наивной? Я не наивна. А мне остаться в этом скучном мире. Просто иногда человеку нужно давать второй шанс. Который без тебя… Я сказала, что мы в театре. Похож на хлев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тут драйвера полетели, но я их перештанил, так что все? Ну отлично. Только это ничего не значит. В смысле? В смысле не нужно пялиться на меня все время. Это не мой формат. В смысле? Спасибо и до свидания. А мне пора медитировать. Угу. Мне правда жаль, что все так глупо вышло. Так все языково ты придурка. Моя невеста считает, что придурок я. Я надеюсь, ты владеешь даром убеждения. Еще каким. Я не могу найти общий язык только с одним человеком. И слава Богу, это… Моя невеста! Света, вон она. Слушай, я позвоню потом. Аня! Моя невеста Паша Людоедовна. Аня! Моя невеста Паша Людоедовна. Я как его увидела, думала, от страха сквозь землю провалюсь. Я представляю, как мило бы вы пообщались на тему писем. Угу. Пашина я, ребят? Так неловко получилось. Я даже не знаю, что ему ответить. Подумаем об этом завтра. Ну, Ксюл. Угу. Привет. Ну что, удивлена? Ты хоть представляешь, как ты меня подставила? Я не нарочно. Просто, когда я увидела, помнишь, я тебе говорила о человеке, с которым никак не могу найти общий язык? Ну? Так вот, это она, твоя невеста. И от нее зависит мое будущее. В смысле? Ну, 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 и что? В смысле? Она моя начальница. Да ладно. Ты работаешь в компании Кравцовых? Да. Вот это новость. И наши отношения с Светланой Леонидовной никак нельзя назвать идеальными. Хорошо. Ладно. Завтра мы попробуем еще раз. Ты что, с ума сошел? Я не буду с ней говорить, потому что она меня уволит. Значит так, адресом ошиблась ты. Вот и исправляй. А не хочешь, я ей сам завтра позвоню и скажу, от кого письмо. Ты меня поняла? Я тебя умоляю, подожди. А мне что делать? Я что-нибудь придумаю. Например? Что бы ни случилось, жизнь на этом не заканчивается. Ма, я уже все запланировала, а ты знаешь, как я не люблю, когда что-то нарушает мои планы. Что, он? Неизвестный номер. Алло. Алло, это Светлана? Да. А вы кто? Меня зовут Вика. Это я отослала вашему жениху то дурацкое письмо. По ошибке. Это та девица. Что? По ошибке говорите? Интересно, и как же это у вас так получилось? Я не смогла сегодня с вами встретиться, поэтому попросила у Паши ваш номер телефона, чтобы все объяснить. Понимаете, я ошиблась буквально в одной букве, в адресе. И письмо случайно попало вашему жениху. Я даже с ним не знакома. Вообще не знакома, но знаете его имя и мой номер. Ему помог меня найти какой-то друг-программист. Он вычислил мой IP, а по нему через провайдер нашел мой адрес. Ваш Паша ни в чем не виноват. Одну секунду. Ма, ну может это действительно какая-то ошибка? С чего ты взяла, что она говорит правду? Пусть скажет тебе это в лицо. Знаете, а я все-таки хотела бы с вами встретиться. Хорошо, я с вами встречусь. Хорошо, что вы встретитесь. Нет. Что? Ну? Я не могу с ней встретиться. Я не понял, зачем ты тогда согласилась? Ну, Паш, ну а что мне оставалось делать? Надо что-то придумать. Надо срочно что-то придумать. Надо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Девочкин Корректор А.Егорова По Gar Wool Campaign